Президиум Сейма Участи быть ограбленными избежала помощница спикера Инесса Лыбеня Эгнера и сама спикер Соловита Аболтыни, чей компьютер надежно вмонтирован в рабочий стол. Потерпевший Дзинтер Сраснач, Сьянис Вуцанс и Андрей Клементьев. Говорят, компьютер во время заседания не имеет доступа в интернет и используется для работы с повесткой дня. Естественно, что он не является ноутбуком нового поколения, не является дорогостоящей аппаратурой, так как в этом формате, как он используется. Нам интересен как монитор, как суфлер, а ни в коем случае не как полноценный компьютер с объемом памяти большой, с возможностью мультимедийно его использовать. В нем нет ни программ, закачанных, ничего. То есть он реально просто используется как монитор и управление этим компьютером или расстановку его последовательных законопроектов и других решений, оно ведется с центрального большого компьютера. Компьютеры членов президиума, в отличие от тех, что все остальные депутаты приносят с собой на заседание, зал не покидают. Так что пропасть они могли в любой момент. Сразу же после кражи потерпевшим выдали новые рабочие аппараты. Украсть что-либо из зала во время заседания практически невозможно, ведь пленарные заседания транслируются в режиме реального времени в интернете, сразу с нескольких камер. Но вот что происходило в зале после заседания, это большой вопрос. Тем более, что до произошедшего эти двери в зал всегда были не заперты. Теперь все изменилось. Двери запирают, меры безопасности усилены. Что еще изменилось в плане безопасности, в Сейме не сообщают. Здесь вообще произошедшую кражу комментируют неохотно. Не исключено, что кого-то за произошедшее могут и наказать. Директор канцелярии Сейма не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Эта информация в компетенции полиции. У директора канцелярии Сейма нет информации, чтобы в Сейме происходили какие-либо кражи ранее. По факту кражи полиция возбудила уголовный процесс. У нас есть несколько версий. Подробнее мы комментировать не можем. В Сейме отдельно отмечают. Никакой секретной информации в украденных компьютерах не было. Поэтому о краже гостайны вместе с техникой беспокоиться не стоит. Сергей Герасимов, Валтер Зелдш, Латвийская телевидение.